Здравствуйте! Вас приветствует еженедельная итоговая программа «События недели» на канале Архыз 24. Главные события минувших семи дней в Карачаево-Черкесии вам представят наши корреспонденты и я, Мадина Бачаева. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Будь свята, женщина рука, в которой скрыта неизменно боль долгая во все века и радость, что всегда мгновенна. В преддверии 8 марта женщины-труженицы со всех городов и районов Карачаево-Черкесии получили традиционные поздравления и подарки, а некоторые почетный государственный знак «Материнская слава» из рук главы региона. Подарком к празднику стал республиканский закон. На внечередной 51-й сессии парламентарии единогласно приняли законопроект о предоставлении с этого года денежной выплаты при рождении второго ребенка. Для многодетной семьи это очень хороший подспорь будет в семье. Я считаю, что вот эта прошедшая сессия у нас очень результативная и очень социально направленная именно как бы для людей. Наши выпускники должны обучать детей именно учиться, направлять, мотивировать. В программе «Земский учитель быть» кто они борцы за качество образования в самых отдаленных селах Карачаево-Черкесии? Наша съемочная группа познакомилась с ними. Блины на стол. Масленичная неделя подошла к концу. Кто и как готовил самое вкусное солнечное угощение расскажем в одном из материалов выпуска. В преддверии 8 марта во Дворце культуры Черкеска собрались женщины-труженицы со всех городов и районов Карачаево-Черкесии. От имени мужчин республики с праздником их поздравил глава региона Рашид Тимрезов, выразив особые слова благодарности матерям, многодетным мамам и женщинам, воспитывающим особенных детей и детей-сирот. А некоторые из них получили в этот день из рук главы почетный знак «Материнская слава». Не обошлось традиционно без цветов и подарков. Кульминацией торжества стал праздничный концерт, где представительниц прекрасной половины человечества поздравляли творческие коллективы. Для семи Мелюховых 8 марта праздник по-настоящему семейный. Каждый год папа Игорь и сыновья Демьян, Михаил, Ратмир и Ярамир готовят маме Светлане и сестренке Осии подарки. Это уже стало традицией и нарушать ее мужская половина семьи Мелюховых не намерена. Это как бы сюрприз, о нем не говорят, но мы как готовим. Мы готовим на кухне своей мужской компании. У нас появилась еще доченька, разбавила нашу мужскую компанию. Так что нам теперь весело. У нас теперь две девушки, так сказать. Одна маленькая, одна мама. Поздравляем их с 8 марта. Еще один сюрприз Светлану Мелюхову ожидал в городском дворце культуры, где она из рук главы Карачаева Черкесии получила почетный знак «Материнская слава». Такой, кроме нее, сегодня получили еще четверо женщин. Среди них и Роза Есинеева из Иркен-Шахара. Несмотря на праздничную обстановку, женщина всеми мыслями дома, где с пятью детьми остался ее муж. Волнительно первый раз находимся и неожиданно переживаю, что дома творится с детьми. А так, ну, рада очень этому всему. Всего на этот праздничный концерт приглашение получило около сотни женщин, которые день за днем на самых разных работах и должностях вносят вклад в социальную, культурную и научную жизнь региона, успевая при этом оставаться заботливыми женами и матерями. Огромную роль каждой из присутствующих в зале женщин в развитии нашей республики особо отметил глава региона Рашид Тимрезов. Во многом благодаря вам, вашему самоотвержденному труду, профессионализму, в нашей республике наблюдаются позитивные тенденции в развитии основных сфер общественной жизни. В каждом добром деле или проекте, реализованном на территории нашей республики, есть частица вашей души, таланта и трудолюбия. Особые слова благодарности матерям, многодетным мамам и женщинам, воспитывающих особенных детей и детей-сирот. Как и прежде, защита материнства и детства находится среди приоритетных задач органов республиканской власти. Число мер социальной поддержки семьи с детьми за последние годы значительно увеличилось. Работа в этом направлении будет обязательно продолжена и в дальнейшем. В том числе и в рамках тех задач, которые обозначил в своем послании президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. А свои поздравления руководитель республики закончил стихами прославленного поэта Кайсына Кулиева. У руки женщины земной, вы под любой звездой и небом. Цветами пахнете весной, зимою снегом, летом хлебом. Будь свята, женщина рука, в которой скрыто неизменно. Боль долгая во все века и радость, что всегда мгновенно. Также свои поздравления произнесли со сцены спикер Народного собрания Александр Иванов, председатель республиканского правительства Аслан Озов, главы городов и районов. Праздничный вечер украсили своими номерами детские творческие коллективы и известные артисты Карачаева Черкесии. Эрнест Чуков, Радомир Князев, Архиз, 24. С поздравлениями к ветерану. В преддверии Международного женского дня глава Карачаева Черкесии навестил ветерана Великой Отечественной войны Валентину Шайдакову и лично поздравил ее с наступающим праздником, а также вручил подарки и цветы. За праздничным столом в кругу семьи Валентина Егоровна поведала главе региона о своих фронтовых буднях, рассказала, чем живет сейчас. Наша съемочная группа присоединилась к поздравлениям. Фронтовой путь от Липецка до Берлина, медаль за победу над Германией и по-настоящему героическая служба Родине. В далеком 42-м году тогда еще 16-летняя Валентина Шайдакова устроилась в инженерно-техническую воинскую часть, чтобы попасть на фронт вслед за своей старшей сестрой. Она до сих пор с болью вспоминает страшное военное время, перелистывая старый фотоальбом, со слезами на глазах рассказывает о тех, с кем служила. Но несмотря на все испытания судьбы вместе со всем советским народом, она выстояла и одержала великую победу. Война кончилась для меня в городе Турстенвальде, Германии. От Берлина она как-то километров 50 может быть, может меньше, не знаю. Не мерила. Так что пришлось расписаться на Рестаге. После окончания войны Валентина Егоровна вышла замуж за авиационного инженера. В браке они прожили более полувека. А в 77-м году переехали в Карачаево-Черкесию, которую она и сейчас считает своей родиной. Сегодня о любимой матери и бабушке заботится большая дружная семья. Два внука и восемь правнуков. Все они любят и ценят её. А каждый праздник собираются вместе за семейным столом. Каждый праздник, какой-нибудь юбилей, все здесь. А правнуки, что в Черкесии живут, они в пятницу приедут, в воскресенье уезжают. Тут у нас народу много бывает. Самая маленькая, два годика. Это у нас самая радость. Как признаются родственники, Валентина Егоровна была и будет для них примером хорошей матери, заботливой бабушки и справедливой тёщи. Которой всегда можно обратиться за мудрым советом и моральной поддержкой. Я выросла в той семье, где семья – это действительно семья. И у нас в доме, в нашем доме, всегда семья ставится на первое место. То есть дети приучаются к совместным ужинам, к обедам, к завтракам, особенно в выходные дни. И они чтут взрослых и родных и близких. И они сюда приезжают, чтобы и с бабушкой пообщаться. Ну, помогать ещё, что со своей детской стороны они могут, уже стараемся приучить к этому. Собираются тогда, особенно по таким, как 9 мая, там день рождения, вот 26-го будет. Завтра все явятся. Здесь будут два большущих стола накрыты. Все соберутся. И внуки её, и правнуки. В преддверии Международного женского дня Валентину Егоровну поздравляли не только родные и близкие. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов также навестил ветерана. Как и полагается, были цветы и подарки. Ну а после гостеприимная хозяйка пригласила руководителя региона на чашечку чая. За праздничным столом Валентина Егоровна поведала Рашиду Темрезову о своих надеждах и чаяниях. А также рассказала, что очень хотела бы пройти лечение в санатории Солнечном. Глава республики пообещал решить этот вопрос в ближайшее время. Вы прямо решите, чтобы с понедельника, с 11 числа Валентина Егоровна солнечный определил. Договорились? Хорошо. Также глава региона напомнил Валентине Егоровне, что ждёт её на своей традиционной встрече с ветеранами, которая пройдёт уже в этом апреле, и пожелал ей хорошего здоровья и бодрости духа. Очень рад вас видеть в таком хорошем расположении духа и добром здравии. Я рада, что вы нас не забываете. В свою очередь Валентина Егоровна, провожая дорогих гостей, также пожелала всем здоровья, счастья, а главное – мирного неба над головой. Мадина Лайпанова, Далиль Мирза, Архыз, 24. Обновление, лидерство, открытость. В Черкесске прошёл первый республиканский форум партии «Единая Россия». Участие в нём приняли более 400 делегатов со всех районов Карачева-Черкесии. На форуме обозначены основные векторы развития регионального отделения на ближайшую перспективу, нацеленные на адресное решение конкретных проблем конкретного человека. Для достижения этой цели «Единая Россия» запускает в регионе проект под названием «Я нужен своей республике». Подробнее о форуме в нашем сюжете. На протяжении 17 лет «Единая Россия» сохраняет за собой статус сильнейшей политической партии страны, за плечами которой тысячи эффективных решений. За это время благодаря партийным проектам были достигнуты внушительные результаты в различных сферах. Если говорить о Карачаево-Черкесии, то за последние пять лет учреждения здравоохранения республики получили почти полторы тысячи единиц оборудования. Было построено и отремонтировано 60 фельдшерско-акушерских пунктов, введены в эксплуатацию 50 детских садов, построены и реконструированы десятки спортивных залов, большая часть которых находится в сельской местности. Всё это, конечно, в тесном взаимодействии с региональными властями, но на достигнутом останавливаться нельзя. Об этом на 18-м Всероссийском съезде партии говорил президент России Владимир Путин. Краеугольным камнем дальнейшего развития партии должна стать реализация новых идей и подходов, обсуждению которых и был посвящен первый республиканский форум «Единой России». Рашид Тимрезов в своём вступительном слове подчеркнул, что озвученный президентом курс на обновление партии позволит расширить возможности для участия в её работе молодых и инициативных людей, что сегодня крайне необходимо для её дальнейшего развития. В дальнейшей работе во главу угла следует ставить главный посыл президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и премьер-министр, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Анатольевича Медведева. Стать главным проводником в реализации майских указов президента страны и приоритетных национальных проектов. Мы с вами должны быть командой единомышленников, объединившихся ради улучшения жизни людей, прорывного развития страны, честно и профессионально представлять интересы граждан, создавать основу будущего России и защищать достоинство человека и справедливость в обществе. 2019 год станет политически активным для всех членов партии. Уже скоро нам предстоят выборы депутатов Народного собрания и республики, а также в районные и муниципальные советы. Очевидно, что их результаты покажут эффективность работы «Единой России» в целом. Каждый из вас должен стать как можно ближе к избирателям, чтобы знать, чего хотят наши граждане от власти. Получать такую информацию необходимо от самих избирателей, как говорится, из первых уст. Для этого надо постоянно с ними общаться. На это должны быть направлены все мероприятия, которые мы с вами будем проводить. Мы должны закрепить персональную ответственность депутатов от нашей партии за положение дел на территориях, которые они представляют. Каждый из вас должен выражать и продвигать интересы жителей, бороться за решение проблем и не допускать появления новых. Чтобы помочь жителям Карачаева-Черкесии в решении их насущных проблем, а в конечном итоге улучшить качество жизни населения, и был разработан региональный проект «Я нужен своей республике», лидером которого стал Рашид Темрезов, а координатором – Александр Иванов. Основной посыл проекта – показать неравнодушие к чужому горю, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, дать почувствовать другим и почувствовать самому причастность к добрым делам. Прежде всего, это адресная помощь в решении тех проблем, с которыми сталкиваются жители нашей республики. Это военно-патриотическое воспитание молодёжи, это наставничество, это различного рода вопросы, с которыми наши жители сталкиваются каждый день в своей повседневной жизни. Особое внимание на форуме было уделено майским указам Владимира Путина и приоритетным национальным проектам. Все согласились, что реализация поручений президента является первоочередной задачей для всей партии. Обеспечение рабочими местами, в первую очередь, конечно, молодёжи. С учётом повышения пенсионного возраста, необходимо будет и обращать внимание, и брать под контроль. Мы, как партия власти, будем, наверное, и тем контролирующим органом, который будет, скажем, оком таким государственным над решением и задач, которые озвучил Владимир Владимирович, как социальных вопросов, государственных вопросов, так и партийных вопросов, которые заложены в партийные проекты. В ходе форума его участники получили возможность напрямую задать интересующие их вопросы главе региона Рашиду Тимрезову. А в завершении мероприятия руководитель регионального отделения партии Александр Иванов представил проект резолюции форума. В ней, в частности, предлагается ввести публичные предварительные обсуждения резонансных законодательных инициатив, обязательную практику принятия решений на основе диалога с гражданским обществом, использование системы объективной оценки деятельности депутатов, выдвинутых и поддержанных партией на выборах и вошедших в составы депутатских объединений и фракций. Мадина Лайпанова, Далиль Мирза, Архиз-24. Подарок к празднику в виде республиканского закона. На внеочередной 51-й сессии парламента депутатский корпус Карачаева-Черкесии принял законопроект о предоставлении с 2019 года денежной выплаты при рождении второго ребенка. Напомним, с такой инициативой в середине февраля выступил глава региона Рашид Тимрезов. И вот в четверг это решение закреплено законодательно. А какие еще законопроекты были приняты Народным собранием, расскажем в следующем материале. 20 тысяч рублей за второго ребенка. Согласно новому законопроекту, который был разработан правительством Карачаева-Черкесии по поручению главы региона Рашида Тимрезова, начиная с 1 января текущего года будет выплачиваться единовременная денежная выплата в связи с рождением или усыновлением в семье второго ребенка. Во исполнении решения главы Карачаева-Черкесской республики разработан проект закона Карачаева-Черкесской республики о единовременной денежной выплате, назначаемой в связи с рождением, усыновлением второго ребенка и наделением органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаева-Черкесской республики отдельными государственными полномочиями. Два дополнительных условия для получения выплаты – наличие у родителей российского гражданства и не менее трех лет проживания на территории Карачаева-Черкесии к моменту обращения за ней. Исключение составляют граждане, выехавшие из республики на время обучения, военнослужбы или в командировку. Законопроект принят сразу в первом и втором окончательном чтениях. Такая мера социальной поддержки, считают депутаты, прекрасный подарок женщинам в преддверии праздника. Есть выплаты на первого ребенка, теперь появилась выплата на второго, есть ежемесячные денежные выплаты на третьего ребенка, материнский региональный капитал на четвертого. И мамочки, которые достойно воспитали пять и более детей, они получают звание «Материнская слава». Тоже один из таких приятных бонусов. Также депутаты Карачаева-Черкесии поддержали проект федерального закона о доплате неработающим пенсионерам. Он предусматривает новый порядок индексации пенсии, размер которых не достигает регионального прожиточного минимума пенсионера. Теперь размер соцвыплаты к пенсии не будет уменьшаться, даже если доход пенсионера после всех индексаций этот самый прожиточный минимум превысил. Одновременно закон предусматривает доплату сумм, которые не были получены пенсионерами в этом году до введения нового порядка. Ежегодно в конце октября мы принимаем в республике закон о минимальном прожиточном минимуме для пенсионеров республики. В этом году сумма приравнена к федеральному центру и составляет 8 846 рублей. Внесли депутаты изменения в бюджет республики. Объем доходов республиканской казны на этот год увеличен на 106 миллионов рублей, а расходов на 335 миллионов. При этом дефицит бюджета на 2019 год составит 126 миллионов рублей. Затем парламентарии заслушали доклад уполномоченного по правам человека в Карачаево-Черкесии. Согласно отчету, эффективность работы управления выросла с 2014 года в два раза. Мы можем дать правовую консультацию, способы, механизмы защиты своих прав. Основная наша деятельность, на что нацелена? Это правовое просвещение, как вы слышали, и по возможности восстановления нарушенных прав. Также на сессии был принят в окончательном чтении законопроект об обеспечении жильем детей-сирот. А всего на внеочередной сессии Народного собрания было заслушано и рассмотрено 7 вопросов. О работе в неочередной 51-й сессии и проектах, принятых на ней, поговорим более подробно с гостем программы, депутатом Народного собрания Парламента Республики, членом Союза женщин Карачаева-Черкесии Муратхан Михайлович. Здравствуйте, Муратхана Джагиреевна. Рада вас видеть в нашей сегодняшней студии. Во-первых, позвольте вас поздравить с праздником. Мы пригласили вас в этот постпраздничный день не случайно. Вы в воплощении женственности и в то же время силы, решимости, которым может позавидовать наверняка каждый мужчина. И, видимо, в этом и заключается ваш секрет успеха, ведь это необходимо любому государственному избраннику, народному избраннику, тому, кто коммуницирует с людьми. Вот как раз накануне состоялась сессия Народного собрания Парламента Республики, на котором был рассмотрен ряд вопросов. Один из основных касался бюджета республики, внесения изменений в бюджет на 2020-2021 годы. Расскажите немножечко в подробностях, за что голосовали, какие изменения предлагались. Я хочу сказать тоже, хочу поздравить с прошедшими праздниками женщин всех республики, и не только республики нашей, наверное, да и всех женщин, кто смотрит нашу передачу. Действительно, накануне прошла сессия. Я считаю, сессия была короткая, предпраздничная такая, ну и, конечно, а вопросы были очень серьезные. Серьезные в том плане, что в нашей республике вот на рождение второго ребеночка уже как бы из бюджета нашей республики будет давать единовременное пособие. Это тоже очень важно. И следующий вопрос тоже касался многодетных семей, где если будет рождение четвертого ребенка, даст, получит семья в размере 120 тысяч единовременное пособие. Это, согласитесь, внушительная такая сумма для многодетной семьи. Это очень хорошее подспорье будет в семье. Я считаю, что вот эта прошедшая сессия у нас очень результативная и очень социально направленная именно как бы для людей, для наших вот людей, которые, в общем-то, нуждаются в этой помощи. Я считаю, это очень существенно. Ну, забота о демографии и поддержке молодых семей – это, видимо, основная цель этих проектов. Вот скажите, пожалуйста, каким, по-вашему, должен быть социальный эффект от применения данных законопроектов, от реализации их в жизни? Вот спрогнозируйте примерные итоги. Если на уровне бытовом, вот так я считаю, что эти для, допустим, семьи, где вот рождение второго ребенка, конечно, может быть, эта сумма не очень большая, но она существенная для того, чтобы даже хотя бы вот ребенка на первое время обеспечить всеми материальными этими, очень важными в этот момент, особенно молодые семьи. Это большая поддержка будет, я так думаю. Ну, а если говорить о многодетной семье, вот за которой я говорила, что 120 тысяч будет, я думаю, здесь существенно. Здесь не только вот четвертый ребенок это имеет, как бы, возможность такую, но именно четвертый ребенок дает возможность этой семье даже приобрести, может быть, какие-то более значимые для семьи материальную помощь такую. Это очень, я думаю, существенно поможет. Конечно, каждой семье разные доходы, допустим, да, если семья более или менее обеспечена, может, эта сумма как бы тоже, не маленькая сумма, она может быть, пригодится вот именно для семейных каких-то нужд. А если малообеспеченная семья, то это, я думаю, сумма хорошая для поддержания. Муратхан Жигиреевна, в целом, почему такая тенденция из года в год? Молодые семьи предпочитают не рожать, как раньше, много детей. С чем это связано, по-вашему? Ведь вроде бы как Кавказ традиционно отличался большими семьями, где много детей, от пяти и больше, а сейчас почему-то вот вдруг стало не так. Неужели все дело в деньгах? Вы знаете, это очень хороший вопрос и трудный вопрос одновременно. Вот вы заметили, что в Кавказе у нас действительно многодетные семьи, это никого не удивляло. Вот раньше даже как бы в моей молодости семья, которая пятеро-четверо детей, это не считалось даже какой-то вот какой-то особенной семьей. Это нормально было. А было большинство вот такие семьи, как девять детей, десять даже детей было. Я не знаю, если сказать материальной точки зрения, может быть, тогда действительно и не было таких каких-то, знаете, особых условий для содержания детей. Не было этих же санузлов теплых и, допустим, и стиральных машин все вручную делали. Вот в этом и заключается противоречие вот того времени и современной жизни. Ну а с другой стороны, я вот анализирую сама это дело и думаю, подхожу к такому мнению, что наши женщины больше, вот молодые вот женщины, они стараются больше карьеру сделать по своей жизни. Одна из причин это может быть, конечно, полностью нельзя это сказать, что именно одна. Это одна из причин. И поэтому, значит, они хотят вот, родили ребеночка там, ну, двое детей в основном, вот у нас как-то тенденция пошла трое, это тоже уже как бы мы считаем, прямо восхищаемся. А они хотят вот родить детишек и выйти на работу, быть востребованными. Это тоже, наверное, требование времени, потому что сейчас такие условия пошли, все. И каждому хочется, вот каждой женщине хочется как бы быть востребованной в этой жизни. И, ну, ясное дело, знаете, когда дома человек находится постоянно, то не так может быть она за собой ухаживает и так далее. А когда выходит женщина на работу или куда-то в свет, она должна как бы поухаживать. А это вот сейчас как бы вот вашими коллегами так и, в общем-то, культивируется, что женщина должна хорошо выглядеть и все прочее. И поэтому, я думаю, тоже в этом есть причина. Раньше поколение жило, я вот говорю, повторяю, что и условий особых не было, но детей рожали. Но здесь есть еще одна причина, с моей точки зрения. Потому что вот сейчас, посмотрите, даже фильмы, когда показывают, наши, я уже не говорю об иностранных, почему-то показывают мужчину и женщину. Очень редко между ними ребенок. Если взять того времени, когда мы жили, вот это показывали фильмы, таки семья, вот семья. Она культивировала семья, в сознании людей семья была. А сегодня это, к сожалению, не делается. Я думаю, это большая ошибка. Как-то складывается это в одно целое. И, в общем, мы, оказывается, теряем, теряем будущее, вот если сказать так. Вы знаете, я очень хорошо отношусь к животному миру, допустим. Но когда вместо ребеночка заводят там собаку и кошечку, наверное, это ненормально. Особенно для нашего Кавказа. По-моему, надо детей заводить. А если, ну, Бог, может быть, так получилось, что не дал. Надо, вот очень много детишек у нас сегодня в детских домах. Надо, наверное, как-то своей стране помогать и в этом. Любовь должна быть к человеку прежде всего, все-таки. Ну, вообще, культура, традиции все-таки претерпевают какие-то изменения с десятилетиями. Да, к сожалению. И об этом говорит, наверное, и количество разводов, да, распадающихся. Вот вы занимаетесь еще общественной работой, состоите в женском совете, в республиканском. Вы поправьте меня, если я где-то ошиблась в определении, да. Этой работой занимаетесь? Работой по укреплению семей, по тому, чтобы как бы повысить авторитет семьи, детей? Я поняла вопрос. Вы знаете, я хочу немножко экскурс сделать в прошлое. В 1994-х годах, вот когда было разрушение той системы, в которой мы жили, и здесь очень много появилось всяких разных движений, эти всякие клубы и так далее, и так далее. И тогда в нашей республике было создано женское движение. Вот именно женское движение. Тогда почему-то вот пошли все, значит, женские движения. Очень много было всяких движений. Даже одно время партия женская была в Госдуме, Лахова возглавляла ее. Они даже победили на эти какой-то процент взяли. И, наверное, это тоже была необходимость того времени. Потому что общество, то, в котором жили мы, разрушилось. Значит, и все как-то сами по себе остались люди. Это очень трагичная история нашей страны. И поэтому, значит, тогда, в 1994-м году, вы знаете, в Москве был Конгресс, Всемирный Конгресс Женщин. Вот именно под патронажем Лаховой это происходило. И я была на этом форуме, значит, и мне пришлось там, не пришлось, а вот как-то имела честь выступить там от нашей республики, значит. И тогда, значит, вот эти течения начали более разрознение. Там тогда даже были по национальным признакам. Даже у нас в республике там были союз таких, союз таких я не буду называть, чтобы никого не обидеть. И каждый создавал свою. Наверное, это, конечно, в принципе было неправильно. Если уже мы создаем, в конце концов, здесь тоже создался союз женщин республики. Но вот наше движение называется Всероссийский женский союз, надежда России. Мы как бы являемся частью, оригинальным этим движением. Наши, эти центральные органы находятся в Москве. И, значит, мы работаем, конечно, в этом плане с 2004 года. Я тоже была на этом съезде, и мы там приняли решение о создании такого движения. Ну, знаете, вообще по жизни я вот как бы с прожитых своих лет вижу, что общество вообще не должно как бы делиться на женское и мужское общество, потому что это мое принципиальное понимание, что такое общество. Но в то же время функции женщин и мужчин, это, значит, и тоже нельзя их как бы, знаете, чтобы они были расплывчатые. Все-таки природа нас создала, а не мы ее. Поэтому, значит, природа создала, чтобы женщина вынашивала ребенка, что она была матерью, и сил больше женщинам дано. Вот и выживаемость вот женщин лучше, это не я говорю, это статистика говорит, чем мужчин. Поэтому, значит, вот есть, вот, конечно, есть у нас некоторые феминистки такие, значит, резко такие ставят границы. Вот все в мире, значит, оно имеет вот свое назначение. И я думаю, вообще это бесполезно, это жизнь показала бороться с природой. Природа вот такая, что женский вопрос, он никогда не возник, если не будет мужского вопроса. То есть, если мужчина будет зарабатывать хорошие, получать хорошие деньги, если будет обеспечивать свою семью и детей, женщина, я считаю, больше половины женщин, которые даже вот такие, знаете, и карьеру делают, и работают, они тоже согласятся как бы быть просто мамой, женой и так далее. А вот бывает у нас наоборот, в обществе у нас вот 90-х как раз и исказилось, когда многие мужчины потеряли свои рабочие места и не могут они быть добытчиками, а женщины пошли торговать, даже вот и врачи, и учителя, и инженеры, и они как бы уже хозяева положения стали. И какая-то деградация, с моей точки зрения, пошла в обществе нашем, когда женщина, имея, значит, возможность обеспечить свою семью, а мужчина как бы на второй план стал. Это мужчины, вот как бы не имея возможности, вот как бы себя в этом плане, вот свое место не находя, большинство мужчин растерялись. Наверное, вот этот момент очень трагичный, и поэтому нам сейчас, как ни странно, вот я после праздника говорю, что женщинам надо беречь мужчин, потому что, и пусть они будут сильным полом, а женщины пусть будут просто слабым и нежным полом. Это мое убеждение по жизни. Поэтому, значит, вот... А как вы относитесь, вот интересно, ваше мнение, к заявлениям о том, что нет работы? Вы верите в то, что нет работы в нашем современном мире? Тут, конечно, работа, работа и рознь. Может быть, люди имеют в виду работу с многомиллионными огладами, конечно, но вообще вот для жизни такой обычной есть работа или нет все-таки? Вот сейчас это в какой-то степени провокационный вопрос. Если я сейчас скажу то, что я думаю, наверное, меня многие осудят, но я тем не менее скажу. Но я хочу, чтобы вы с позиции еще и даже инсовета сказали. Да, я хочу сказать, если кто хочет работать, работу всегда можно найти. Сейчас очень многое другое дело, конечно, что у нас все хотят быть начальником, сидеть в офисе, девочки хотят быть моделями, мальчики хотят какие-то тоже вот таких только культуре петь и так далее. Но не всем дано петь. А что делать этой половине, которой талантов меньше? Значит, надо идти или по специальности работать. Разве у нас мало работы? Вот сейчас очень востребованы, к счастью, у нас в республике идет большое частное строительство. И иногда люди не находят даже. И у нас работают так называемые гастарбайтеры, я не люблю это слово, но тем не менее, это тоже когда-то жили мы в одной стране с этими людьми. Но они приезжают к нам, находят и неплохо им оплачивают. А наши почему-то считают это для себя оскорблением. Но можно дома завести скот. К сожалению, вот я опять скажу, вот это дело, у меня это боль. У нас в аулах сейчас очень редко кто корову заводит. Понимаете? Все почему-то предпочитают с магазина брать. С одной стороны, если они заведут корову, живя в селе, даже помощь будет государству. Понимаете? Мы же, вот не будет этого разведенного молока, будет натуральное молоко. А кто хочет разведенное, пусть покупает в магазине. И таким образом мы какой-то степени продовольственный вопрос решим. Поэтому мой призыв ко всем, кто живет в аулах, кто может, конечно, может не все могут. Наверное, фураж дорогой, я понимаю. Но все равно, как говорят, русская пословица, есть корова во дворе, еда на столе. Это очень важный момент. Вот сейчас время, очень интересное, я вам скажу, время. Вот, как бы сказать, можно себя и найти, и применить. И вот, пожалуйста, есть возможность какие-то предпринимательские свои качества показать. Вот, тем более в продовольственной части. Я думаю, никогда, вот, мы же всегда кушать хотим, поэтому, значит, и фрукты, и овощи, и мясо всегда будет востребовано. Ну, мы же вот здесь живем, мы всегда жили вместе, всегда животноводство, наши птицы разводили. Все было это традиционно. И молочные продукты, и все. Ну, в таком случае еще такой вопрос. Вот, буквально лет 30-40 назад, как уважали представители рабочих профессий, да, тех же строителей, монтажников и так далее. Ну, вот сейчас, как вернуть престиж рабочих профессий, чтобы молодежь в эту сферу шла массово, а не так выборочно? Очень хороший вопрос. Вот в связи с этим, посмотрите, сколько у нас было профессионально-технических этих училищ. Мы одно время решили все, что мы будем богаты, и это, и нам не нужны ни рабочие, ни штукатуры, ни каменщики, ни, вот, абсолютно, профессии, которые ни комбайнеров, ни трактористов, ни, а посмотрите, какая сейчас востребованы водители. Вот, обыкновенные водители для машин, а трактористов не найдешь, не говоря уже о тех профессиях, которые, допустим, бульдозеристы на особых кранах, которые работают. Во-первых, та школа как бы уничтожилась, а сейчас обучаться, и обучаться-то, вот, простите меня, я даже вот сейчас на вскидку не могу сказать, где у нас обучают, потому что наши профессионально-технические вот эти училищ, они переориентировались. Одно время у нас все пошли юристами и этими экономистами, но мы перенасытились, а кого будем мы экономить, а юристов сколько. И, поэтому, значит, да, издать законы это хорошо. Но все равно шквала желающих поступить на рабочие специальности нет. И опять-таки, я считаю, что у нас сейчас есть очень хорошее оружие в лице телевидения. Ведь раньше не было таких, вот сейчас есть возможность рекламировать эти рабочие профессии. Вот именно сейчас, раньше было так чествование вот именно рабочих, крестьян. Это делали специально праздники. А почему бы сейчас не возобновить все это, вот, престиж поднять, потому что это нам необходимо. Это даже не им нужно, как нужно остальным людям, которые вот сейчас предприниматели, которые имеют большие свои хозяйства, имеют большие предприятия. Им это нужно. И поэтому наши предприниматели должны, наверное, нету лепту внести вот в создание вот этих или возобновление вот этих обучений, допустим, этих рабочим профессиям. И еще один вопрос затронем. Легко ли быть женщине во власти на сегодняшний день в России, особенно на Кавказе? Вот по себе только вот скажите. Скажу. У нас, к сожалению, предвзятое отношение к женщине во власти, понимаете? Вот почему я говорю? Потому что почему-то считается, что если женщина во власти, она может, ну, слабее, и может решения не такие принять. Ну, я уверяю вас, у нас очень много женщин таких, знаете, ну, если грубо сказать, такой мужской хваткой. Наверное, это и надо. Если идешь во власть, надо, значит, здесь уже думать, как ты себе во власти будешь использовать свою энергию, свое отношение к людям. А вот на сегодняшний день нужно ли больше женщин в органах госвласти, в Карачево-Черкесии, в частности? Нужно. То есть их недостаточно на сегодняшний день? Да, к сожалению, сейчас, как говорят, надо немножко и женщин куда-то там, если выбирают, надо немножко и женщин туда. Ну, чтобы не совсем, как бы, это. А, между прочим, женщина, которая занимается воспитанием детей и так далее, и так далее, она более ответственная, она просто генетически, она более ответственная, она более тщательно смотрит те мелочи, которые мужчины не замечают, а вот женщина всегда она заметит. Вы знаете, это, почему вот когда какие-то мероприятия, все, тут женщины суетятся, значит, они все помнят, надо их куда-то, значит, это качество тоже очень важное, конечно. Я нисколько не умоляю, допустим, таланты наших мужчин, хочу сказать, что есть очень хорошие женщины, не то что хорошие просто вот с виду, а умные, умницы, они могут многое сделать даже по сравнению с некоторыми мужчинами, они могут сделать гораздо больше. И я призываю вообще женщинам смело надойти во власть, работать, потому что никто так не почувствует состояние семьи, отношения к детям и так далее, как женщина. А это очень важный момент в нашей жизни. Пожелания теперь от вас хотелось бы услышать в этот постпраздничный день? Ну, я хочу всем женщинам Карачаева Черкесии и всех, кто нас слушает и смотрит прекрасное телевидение, вот Архиз 24, я хочу сказать, дорогие женщины, да и мужчины, вот послушайте, что я скажу, создавайте побольше праздников в семье своей, подругам, своим детям, девочкам. Женщины любят, когда вот немножко им хорошие слова какие-то говорят, это очень важно для вашей семьи, для общества в целом, потому что они сделают все, чтобы вам жилось хорошо, с улыбкой вас встречали и так далее. Я желаю счастья, удачи и поменьше, чтобы болели, потому что болеть сейчас очень дорого стоит, поэтому не болейте, здоровья вам всем. И чтобы детки ваши были умными, талантливыми, красивыми, чтобы они ходили по чистым улицам, это тоже от нас, женщин, зависит. Чтобы в школах были учителя вежливыми и именно своим примером показывали бы детям, как надо вести себя, как надо вот быть таким в нашем обществе. Я думаю, все-таки будущее за людьми интеллигентными, талантливыми, грамотными, чтобы не было периферии России, а чтобы мы были сердцем России. Спасибо вам большое. Еще раз праздником. Ждем вас в этой студии еще. Спасибо. Делать добро, не требуя награды. В республиканской столице на неделе прошла ярмарка добровольческих вакансий и инициатив, на которой глава региона Рашид Тимрезов встретился с волонтерским активом Корочевой Черкесии и в формате живого диалога ответил на все их вопросы. Всем продолжит наш корреспондент Юлия Житная. Они всегда протянут руку помощи и никогда не пройдут мимо чужой беды. Они – добровольцы и волонтеры. А региональная ярмарка вакансий для волонтеров – лучший способ для всех жителей республики подробнее узнать о работе благотворительных фондов и НКО Корочева Черкесии. И даже вступить в какой-то из них. Среди тех, кто всегда рад видеть в своих рядах неравнодушных людей, готовых помочь братьям нашим меньшим, благотворительный фонд «Бездомных» нет. Сейчас у них в приюте три десятка животных, нуждающихся в человеческой заботе. У волонтеров мы всегда очень рады, потому что у нас 25 собак, которые все хотят побегать, погулять, порадоваться снегу. Но физически в два-три человека выйти и выгулять всех 25 собак – это нереально. Поэтому кто любит и рад прийти, выделить час времени погулять, возьмите мохнатого друга на поводке и пройдитесь, побегайте. Еще один представленный на ярмарке проект – инклюзивный музей, созданный для реабилитации музейными средствами детей с инвалидностью, а также формирование в музеях так называемой доступной среды. Проект реализуется с декабря 2017 года ежеквартально, один раз в квартал. Мы приглашаем детей не только с реабилитационных центров, но и домашних деток. Для них мы проводим специально подобранную экскурсию, затем проводим мастер-класс, делаем подделки собственными руками, этих детей приобщаем. И все заканчивается праздничной программой с привлечением аниматоров и сладкого стола. Рашид Темрезов, посетив ярмарку благотворительных фондов, ознакомился с экспозицией и побеседовал с представителями НКО, которые подробно рассказали главе о своей благотворительной деятельности. А уже в Большом зале Северокавказской государственной академии, приветствуя всех собравшихся волонтеров, Рашид Бориспиевич отметил, что в Карачаево-Черкесии работе добровольцев уделяется огромное внимание. Наша республика активно реализует волонтерские программы. И сегодня волонтерство у нас практикуется во всех направлениях. Ни одно масштабное мероприятие не проходит без вашей помощи. Вы те ребята, которые любое событие превращаете в праздник. Я хочу искренне поблагодарить каждого из вас за огромную работу, которую вы проводите. Ту помощь, которую вы оказываете людям. Затем глава республики приступил к приятной миссии – награждению волонтеров, отличившихся в сфере благотворительности и безвозмездной помощи. Среди награжденных была и Светлана Байрамкулова, основатель фонда «Мой ангел». Совсем недавно они открыли в Уджигуте первый центр развития детей с ограниченными возможностями, а в планах – открыть их по всей республике. Я безусловно благодарна за такую высокую награду. Я бы хотела сказать, что, конечно, это не только моя заслуга. Это заслуга деятельности всей нашей команды, работы всех специалистов, участвующих в наших проектах. И также хотела бы, конечно, пожелать всем нашим организациям реализации всех планов, проектов, всего задуманного. Живой обмен мнениями между Рашидом Темрезовым и волонтерами проходил в формате «Вопрос-ответ». Например, представитель молодежной организации «Прайд» заявил о своем намерении запустить эстафету «Добра», суть которой в том, чтобы каждый ее участник накормил пятерых бездомных или нуждающихся. Мы хотим запустить эту эстафету, она готовится. И мы бы хотели, чтобы вы были первым ее участником для того, чтобы мотивировать и замотивировать остальных. Вы готовы принять эту эстафету? Нам бы с вами сделать так, чтобы их вообще не было. Вот это было бы… Вот для нас давайте вот такую задачу поставим. Давайте мы все-таки… Может быть, я возьму не пять человек, а возьму там пятьдесят человек на себя, но обеспечением продуктов питания. Также несколько добровольцев вышли с предложением создания единых баз. Первая – список действительно нуждающихся людей в помощи. Вторая – база республиканских волонтеров. Я считаю, что эта база должна быть, база данных. Я вот Министерству туризма и молодежной политики поручу это, они проработают и с вами обязательно свяжутся. Также на встрече прозвучали вопросы о мерах государственной поддержки для волонтеров, а также стоит ли выносить на всеобщее обозрение свою благотворительную деятельность и где найти для нее мотивацию. На эти и другие вопросы добровольцы получили от главы республики развернутые ответы. Человека, который хочет творить добро, его не нужно мотивировать. Поверьте мне, его мотивировать не нужно. Это, я так скажу, в крови. Вместе с тем, в ходе беседы волонтеры из отряда «Кто, если не мы» гимназии номер 4 города Усть-Жигуты пригласили лично Рашида Тимрезова и всех присутствующих на встрече на благотворительный концерт, собранные деньги с которого пойдут на помощь воспитанникам республиканского детского дома-интерната для умственно отсталых детей «Забота». Деятельность волонтеров охватывает сегодня самые разные сферы жизни – от образования до здравоохранения. Они готовы оказать бескорыстную помощь обиженному ребенку, пожилому человеку или даже брошенному животному. Творить добро – их высшая цель. Дорогу молодым. В Северокавказской государственной академии журналистам представили первый созыв молодежного избиркома Карачаево-Черкесской республики. Основная цель этих ребят – это в основном студенты, повышение правовой культуры молодых избирателей, а также помощь региональной избирательной комиссии в организации выборов и референдумов на территории Карачаева-Черкесии. Подробности у нашего корреспондента Ислама Джукаева. Вовлечь молодежь в избирательный процесс – вот задача, которую ставит перед собой первый в Карачаево-Черкесии молодежный избирком. Все они амбициозные молодые люди, знающие, насколько важную роль молодежь может сыграть на выборах. В перспективе от них ждут продолжений по привлечению сверстников на избирательные участки. Наша задача – все-таки сделать так, чтобы процесс поиска себя у них не затягивался. Для этого им надо дать все инструменты, они должны себя попробовать. Кто-то найдет себя в волонтерстве, благотворительности, общественной деятельности, кто-то в политике, кто-то в госслужбе. И в данном случае через этот механизм молодежно-избирательной системы у них есть вариант попробовать себя в разных качествах и найти себя. Первый созыв молодежной избирательной комиссии вошло 15 человек. Первым делом они должны обеспечить проведение выборов в молодежный парламент Карачаева-Черкесии, а также бок о бок работать с региональным избиркомом на сентябрьских выборах в Народное собрание Карачаева-Черкесии. Избирательная комиссия нас будет вовлекать практически во всю процедуру этих выборов. В таком плане. Непосредственно они задачи перед нами обозначили, в каком ключе мы будем им помогать. Данная комиссия – это ступень в моей жизни, которую я хочу пройти, и не только пройти, а полностью изучить, и которая будет помогать мне в дальнейшем. Сегодня молодежь все активнее вливается в политическую жизнь. За два последних года количество молодых людей, голосующих на выборах, выросло на 15%. А значит, студентам действительно не безразлична судьба страны. Молодежь – это не просто наше будущее. Молодежь – это сегодняшнее, настоящее. То есть сегодня здесь, сейчас она существует. У нее есть свои определенные притязания на структуру элементов гражданского общества. Они хотят достойное место занять в этих субъектах гражданского общества. И в том числе и в выборных аспектах. И вот сегодня заседание «Круглого стола» будет проводиться исключительно в аспекте углубленного понимания вопросов избирательного права. В течение следующих трех лет молодежный избирком будет содействовать повышению правовой культуры молодых избирателей, формировать среди них интерес к вопросам управления государственными делами посредством выборов, а также участвовать в организации выборов и референдумов. В конце февраля и начале марта в Карачаево-Черкесии выпали обильные осадки в виде дождя и мокрого снега. До этого целый месяц стояла сухая погода. Этим не применули воспользоваться поджигатели сухой травы на сельхозугодьях. Частые несанкционированные палы периодически попадают в объектив камеры, а вместе с тем и жалобы людей, страдающих от дыма и гари. В большинстве своем весенний пал устраивают сами фермеры, считая, что это каким-то образом улучшит качество земли. Но так ли это на самом деле, в ситуации разбиралась наш корреспондент Мадина Лайпанова. Яркое зарево, огромные языки пламени, многометровые столбы дыма. К сожалению, такую картину за последний месяц можно нередко наблюдать на полях Карачаева-Черкесии. В большинстве своем это происходит в окрестностях тех аулов и сёл, где весной идут полевые сельхозработы. И самое печальное, что виновниками этих пожаров чаще всего являются сами фермеры. С начала года на территории республики зарегистрировано порядка 15 подобных случаев. А причина, по которой аграрии сжигают прошлогоднюю траву и жневьё, уверенность, что это каким-то образом улучшит качество земли и удобрит её. Вот только практика говорит об обратном. Подобные пожары лишь ухудшают почву и уменьшают возврат в неё питательных элементов. Сжигание пожневных остатков и соломы наносит большой вред окружающей среде. Происходит уничтожение потенциального плодородия почвы. При этом теряется ценное органическое удобрение, которое могло бы поступить в почву с пожневно-корневыми остатками и соломой. Допустим, на одном квадратном метре солома сгорает за 30-40 секунд. При этом температура на поверхности почвы достигает 360 градусов, а на глубине 15 сантиметров – около 50. При этом происходит выгорание гумуса и полезной микрофлоры. А из почвы безвозвратно теряются азот и углерод, что наносит большой вред окружающей среде и снижает урожайность сельскохозяйственных культур. Зачастую подобный пал устраивают вблизи населённых пунктов. При этом огонь может перекинуться на жилой сектор и соцобъекты. Профилактику подобных инцидентов ведёт Главное управление МЧС по Карачаево-Черкесии совместно с органами местного самоуправления. Мы уже провели заседание комиссии по чрезвычайных ситуациям. Там у нас встречались вопросы по пожарам в лесах и взаимодействия с лесным управлением. По сжиганию сухой цивилизнистой растительности мы сейчас непосредственно ведём работу с органами местного самоуправления. Нами уже сейчас сделаны планы патрулирования в некоторых территориях. Это согласно возможным рискам, которые могут произойти на любой территории. Во избежание чрезвычайных ситуаций периодически проводится опашка прилегающих к населённым пунктам территорий. Но, несмотря на эти меры, в республике сохраняется пожароопасная обстановка, что обусловлено непривычно сухой и тёплой для этого времени погодой. Количество осадков за последние месяцы было настолько мало, что почва не увлажнилась в достаточной мере. В целом зимний период у нас сегодня складывается в таких обстоятельствах, что в основном наблюдается сухая, тёплая погода, что средние температуры воздуха намного превышают климатическую норму. И осадки, как ни прискорбно, нас не радуют, потому что выпадают в очень малых количествах, и это усугубляет пожароопасную обстановку. Поэтому надо быть внимательным, особенно с осторожностью относиться, потому что сухой слой почвы. Таким образом, сжигание сухой травы не несёт абсолютно никакой пользы. Наоборот, грозит серьёзными неприятностями как для природы, так и для человека. А виновникам весеннего пала грозит административная ответственность и серьёзные штрафы – до 400 тысяч рублей. Мадина Лайпанова, Радамир Князев, Архез 24. Возродить жизнь на селе – именно такую цель преследует программа «Земский учитель», только с другого ракурса – образовательного. Об этом в своём послании Федеральному собранию сообщил президент России Владимир Путин, заявивший, что проблему с педагогическими кадрами на селе необходимо решать по аналогии с уже хорошо зарекомендовавшей себя программой «Земский доктор», по которой специалистам, приехавшим работать на селе, полагается единовременная выплата в миллион рублей. Наша съёмочная группа познакомилась с будущими педагогами, которые уже решили, что по окончании педучилища отправятся преподавать в родные сёла и аулы. Карачаево-Черкесский педагогический колледж имени Умара Хабекова уже более века выпускает педагогов. Например, Милана Ильяшенко и Кулина Шедакова собираются стать учителями начальных классов. Им нравится заниматься с детьми, давая им весь спектр знаний, предусмотренный программой начальной школы. Мне нравится работать с маленькими детьми, которые идут не по определённым предметам учителя, а которые дают полные обширные знания по всем предметам. Стать педагогом, учителем – это была мечта детства. Когда я уже поступила сюда, я воодушевилась, и мне моя профессия начала нравиться всё больше и больше. А вот Залина Исунова намерена стать учителем математики. С выбором профессий ей помогли педагоги в родной школе. Сейчас девушка учится на третьем курсе, и до осуществления мечты ей осталось совсем немного. Привлекает знания, заложенные тобой. Они пригодятся детям, в их жизни, в дальнейшем. Что-то из сказанного тобой они запомнят и передадут своим детям. Это всё очень вдохновляет. Кроме мечты о педагогической карьере, этих девушек объединяет ещё одно желание. Все они хотят работать в своих родных аулах и сёлах, помогать землякам воспитывать и ставить на ноги наше подрастающее поколение. Безусловно, самое главное, что от нас сегодня требует наша система образования, мы должны наших студентов научить так, чтобы они научили, в свою очередь, детей учиться. То есть мы уже отошли от той традиционной системы, когда учитель говорил-говорил, ученик его слушал, и просто воспроизводил вот эту уже информацию, которую он получает от учителя. Сегодня мы должны преподносить совершенно по-другому. Наши выпускники должны обучать детей именно учиться, направлять, мотивировать. А теперь собственное желание студентов трудиться на селе будет материально подкреплено новым направлением государственной политики, на котором президент Владимир Путин заострил внимание в своём послании Федеральному собранию, коснувшись темы образования. И, конечно, важнейший вопрос – кадры. Сегодня уже говорил о расширении программы «Земский доктор». Предлагаю с 2020 года запустить аналогичную программу «Земский учитель», по которой единовременную выплату в размере миллиона рублей будут получать педагоги, которые захотят и переезжают работать в сёла и малые города. Нам нужно последовательно укреплять общее пространство просвещения и культуры. Напомним, что сейчас в республике работает около пяти тысяч учителей, и три тысячи из них трудятся именно в сельской местности. Не только речь идёт о системе образования. Дело в том, что приток нового населения на село позволит не умереть с селом. Пока есть школа, есть и село. Программа «Земский учитель» предоставит молодым специалистам весомую материальную поддержку. Миллион, полученные по этой программе, можно будет вложить в покупку дома или погашение ипотеки. И, кстати, президент Владимир Путин поручил освободить эти подъёмные от налога на доходы физических лиц. Каплан Барлаков, Станислав Сушков, Архыз, 24. Масленичная неделя подошла к концу. Самыми важными в ней считаются её первые и последние дни. В первый праздник только начинают встречать, а в последний принято просить прощения за все обиды. Главные приметы масленицы – народные гуляния, блины с многочисленными начинками и сжигание чучела, которое символизирует зиму. Существует множество рецептов этого лакомства – ажурные, пшеничные, гречневые, с начинкой и без. Тут фантазии кулинаров нет предела. Но самым популярным остаётся традиционный способ приготовления блинов. Известны буквально каждой хозяйке. У нас на телеканале за блины на неделю отвечала моя коллега Дарья Назарова. Атмосфера праздника царит здесь с самого утра. Музыка, частушки, спортивные состязания – всё это неотъемлемая часть представления. Масленица на протяжении веков сохраняет характер народного гуляния, оставаясь любимым праздником для всех любителей блинов. Каждый класс подготовил свой стол, своё видение масленицы со своими выбранными специально песнями, с танцами. Выбрали игры специальные, те, которые подходят, конечно, для наших детей современных, но в то же время это традиционные масленичные гуляния и игры. Поэтому нам очень хотелось, чтобы каждый ребёнок, каждый родитель почувствовал широкий дух русской масленицы. Цель, которую преследуют организаторы торжества, самая простая – популяризировать традицию празднования народного праздника среди подрастающего поколения. Праздник несёт в себе народные традиции, которые мы сохраняем на Кавказе. Праздник несёт в себе позитив – это встреча весны, зарождение новой жизни. С белого, с чистого листа начинаем по-новому. Новые какие-то вехи у кого-то, да, определённый рубеж. Здесь у нас детки покажут свои таланты. Один из самых ярких масленичных столов на этом празднике накрыли ребята из 5-го Б-класса. Они продемонстрировали кулинарные шедевры, приготовленные трудолюбивыми руками детей и их родителей. К празднику ребята подготовились всерьёз, даже соорудили блинный танк. Далеко на нём, конечно, не уедешь, но подкрепиться в самый раз. Дети готовились к этому мероприятию очень серьёзно. Родители, дети переживали. Были моменты, когда они даже растроганы были, плакали, что ничего не получится. Пятый класс очень переживал за это. Всё, что сделано, сделано руками родителей. Что я ещё хочу сказать? Они практически вложили во всю эту душу. Ну а в завершении гуляний во дворе школы ученики и учителя устроили весёлые проводы зимы. Словом, нынешняя масленица яркая и удалая. Запомнится всем её участникам надолго. Таковы, на наш взгляд, главные и наиболее значимые события минувшей недели в Карачаево-Черкесии. Все новости грядущих семи дней мы обсудим в следующую субботу, также в 19.30 на канале Архыз 24. Спасибо, что были с нами. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!